Ну и наша любимая тема это швы. Все очень просто. Значит простыми узловыми швами мы фиксируем трансплантат, привести бы в пластиках обязательно, потому что это первичная фиксация, когда мы его по сути растягиваем с двух сторон в апроксимальных направлениях для того, чтобы просто создать первичную фиксацию. Вторая фиксация такого трансплантата уже будет происходить крестообразными прижимающими швами. Если мы например работаем в области имплантата и просто нету рецессии, увеличиваем только прикрепленную десну, нам подойдет здесь пообразный шов в области одного формирователя десны или одного имплантата или одной коронки. На имплантате зависит просто так, в какой клинической ситуации мы делаем. Он будет и прижимающим и фиксирующим одномоментно. Вот этот пообразный шов, его можно прошить прямо через трансплантат однократно, с двух сторон максимально, тоже ничего страшного в этом не будет. Конечно, если вы пользуетесь иглами 5-6-0, да, травматичными обратно режущими. Но мы никакими другими больше не пользуемся на сегодняшний день, вроде как. Но колющими они просто не актуальны нам, а агрессивные режущие, они нам не подходят. Ну, мне кажется, что уже в полустиртайме никто особенно не работает. Прижимающий крестообразный матрасный шов – это то, что вы должны делать с закрытыми глазами, если вас разбудят ночью. Потому что это самый главный шов в парадонтологии, который завершает любую операцию фактически. Пластическую, на мягких тканях, костно-пластическую. Мы везде должны создать условия прижатия с листинкостичного лоскута или просто с листового лоскута к тому мероприятию, которое мы внесли или установили, да, или реплантировали. Независимо от того, что бы мы ни делали, крестообразный матрасный шов вы должны делать уметь и вертикально, и горизонтально. Это базовая набор шов, который вам требуется всегда, в любой хирургии. Швы на вожах. Все просто. Обычно проблема только в том, что запутываются нитки. Как поступать, чтобы нитки не запутывались, я вам покажу на модели, на биологические. Мы с вами все это сделаем по нескольку раз, и у вас не останется вопросов, на самом деле, к нему. Ничего сложного нет. На самом деле, все вот эти швы придуманы в середине 20 века. И ничего нового никто не изобрел, чтобы вам, да, рассеивать некоторые истории из каких-то фейсбуков или где-то какие-то группы существуют, которые там каждый доктор почитал книжку 60-го года, и потом рассказывает, что он придумал новые швы. Вот все неправда, это уже все до нас придумано, но только знать базу, классику и уметь этим пользоваться. При методе окна, опять же, мы все ушиваем либо крестообразным, либо прямым швом матрасным. Губку используйте ту, которая у вас есть в наличии в кабинете. Я пользуюсь самой простой гемостатической губкой. Есть очень хорошие, такие целлюлозные, были конусы и целлюлозные такие губочки. Сейчас они, ну, я не помню, как они назывались, но, в общем, они куда-то делись сейчас. Значит, еще раз, вот я начала с того, что мы, вы 4 дня авторские курсы послушали, а сегодня мы будем заниматься наукой, фундаментальной, классикой. Говорят некоторые, это вообще к клинике не имеет никакого отношения. Вы проводите эксперименты на людях? Да, хорошо. Вот, и я не провожу эксперименты на людях. Понятно, да? Что мы получим, если мы зальем это клеем? Зачем? Чего боятся люди, которые заливают это клеем? Давайте разберем. Если вы нигде не нарушили пределы сосудистонервного пучка, вам нечего бояться. Мы герметизируем инстеринную область. Ну, в полости рта давайте про стерильность вообще не забудем, да? Просто в раме всегда надо что-то полагать. Классно, да. Это я еще не слышала, это не запишу. Зачем? Ну просто, ну хорошо, зачем? Чего боится доктор? Для чего это только стерильность делала? Для чего? Другая боится инфицирование. А так, ну там вообще ничего к вам не надо. А что там может инфицироваться? У вас не нарушен биоценоз полостертал. У вас нету острых воссталительных. Вы же не делаете пластику, когда у вас с другой стороны абсцесс, да? Конечно. Вы же заработаете, ну плюс-минус в каких-то санированных условиях. То, что у нас присутствует полостертал, афлорад, не для кого же не секрет, я надеюсь. У нее есть биоценоз, так называемый. Почему именно вот эта раневая поверхность будет инфицироваться? Она, конечно, инфицироваться, так и должно быть. И туда придут все, кому надо. И лейкоциты, и макрофаги, и все это будет заживать так, как положено. Никто не может избежать процессов регенерации, которые начинаются с литерации, с повреждения. Чего ты туда не налей? Ни БФ, ни никого. Есть другой вопрос. Болевые ощущения? Вот. Вот чего они все боятся. А болевые ощущения будут только в том случае, если мы повредили надпосницу. Но так-то нет. Конечно. Так зачем тогда делать кучу неправильных манипуляций, которые потом сделают хуже? И под этим клеем очень плохо потом регенерируют на самом деле ткани. Стандартно через три месяца, по сути, вы уже можете делать повторный забор в этой зоне. У таких пациентов, у которых что-то где-то заклеили, это невозможно сделать. Там такая гранулирующая поверхность. Там не образуется коллагеновое волокно, которое содержится вот в этом месте. Очень долго. Но для того, чтобы вот эти грануляции биодеградировали и переросли вот в этот опять комплекс соединительной тканой, требуется больше времени в два раза. А связано это с тем, что возникла первичная ишемия. А еще, между прочим, никто не сказал, что БФ достаточно токсичный препарат. Он может вызывать скрытую аллергическую реакцию на местном уровне. Да, просто вот ткани отреагировали. Он может вызывать вообще аллергические реакции. И в его составе надо будет потом Алексею задать вопрос. Там, по-моему, какой-то аллергид содержится, который еще и испаряет это все. Я вообще как бы... МБФ не специализированный. Есть. Там для гинекологов, они будут расстрелять слизистые. Есть. Но они не для полости рта. Вы же помните это начало пищевой трубки. Вот это же мы все глотаем. Зачем же нам вред пациенту наносить, если... Есть простые методы избежать тех опасений, которые боится тот доктор, который заливает это клеем БФ. Согласны со мной? Бушить лучше, легче. Какой? Только сириумом раньше делали, потому что мы открыли инцидент. Да, давайте, пожалуйста, к теме снесла. Это называется обтуратором, да. Это ортопедический обтуратор для... Да. Нет, он тушит скак. Он тушит, ему хорошо, когда он тушит скак. Я приятно, да. То есть, когда просто чуть-чуть подрисается в области зубов, чуть-чуть скульптима оттезируется, остается и честно, скульптима оттезируется. Я как человек, совершенно не дружащая не с какой ортопедией, этим не занимаюсь. Я все ушиваю. Мне, слава богу, ничего нигде не болит, не кровит. Если я повредила надкостницу, я это увидела, я предупреждаю пациента сразу, и сразу говорит, что будет очень сильно болеть. Пожалуйста, не терпите, принимайте обезболивающие, это нормально. Если вы об этом предупредили пациента, у него не возникает негативная реакция ни на вас, ни на саму операцию, потому что он предупрежден, он знает, с чего ему ожидать. Но обтуратор придуман очень много лет назад, наверное, тоже в годах 60-70-х, когда начали делать заборы трансплантатов. И сначала его делали из пластмассы, односторонние, такие, как с одной стороны, такие нашлепочки на зубы и закрывающие не оба. То есть, очень много всяких модификаций, просто я не работаю, но очень многие коллеги, кто и ортопедией занимается, и у кого этот пресс-форма в ДОП, в клинике прямо они пользуются, то есть без вопросов. Лучше все-таки механически защитить, чем точно туда лить. Ну а если пластырь, то... Каким? Презвленность. Слушайте, на все пленки отваливаются. Нет, он там буквально до 10 часов держит, когда сам изормируется, и он еще просто более уколяющий, больше не того, что там изормирует или еще что-то, а... Слушайте, любая опция на ваш вкус. Главное, чтобы пациенту было хорошо. Ну да. Да? А чем обрабатывать раму? Какую раму? Какую? Однократно обрабатываете антисептиком. Зачем? Зачем? Он зажог вызовет. Да, вот, походе. Не надо. Ну, какие нам улыбшись отмазать? Да не надо геребазать, а у нас... Да, он быстрее так бывает. Фитогель, да, вот, самое лучшее намазан, еще пациенту налью немножко. Ну, пациенту у нас сами... Соборка начинается. Пакет, ну, уже кладет, когда он уходит. Новый. Я не отливаю, я так это даю новый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова